Расскажу вам сегодня об одном иностранном агенте. Максим Грек. Человек блистательно образованный, знакомый со многими своими выдающимися современниками. Уехал в далекую заснеженную Россию, тогда даже еще не Россию, а в Московию, просвещать. Довольно быстро понял, как тут все устроено и взялся критиковать власти, разоблачать коррупцию, стяжательство и осуждать развод царя. Зачем? С целью перемен к лучшему. Ну и чтобы брошенных разведенок насильно не ссылали в монастырь после двадцати лет брака. Как заведено? Все как обычно. Как на это ответили власти? Опять же, ничего нового. Максима Грека обвинили в шпионаже и упекли в казематах, а лет примерно через 400 канонизировали. Хотя памятники ему стали ставить гораздо раньше. Так что, дорогие иностранные агенты и нежелательные организации, потерпите лет 400 и воздастся вам. Итак, Максим Грек. Любопытные подробности и пересечения с Московией сегодняшней. На самом деле, звали его Михаил, а фамилия Триволис. А Грек? Ну, потому что грек. Это 15 век. Он родился в 1470-м. Аристократ. Окончил школу на острове Корфо. Замечательно, надо сказать, местечко. Знаете, что он там делал после школы? Участвовал в выборах. Да, баллотировался в депутаты местного совета самоуправления, но не прошел. Ну понятно, первые выборы. И Максу, то есть тогда Мише, всего 20 лет. И он всегда был очень склонен к участию в политике. А Московия никогда не была для этого подходящим местом. Но до Московии еще далеко. После поражения на выборах плюнул и уехал в Италию. Много учился, общался с разными видными гуманистами эпохи и в итоге встретил Савонаролу. Но это как встретить Махатму Ганди. Несмотря на итальянское возрождение, Савонаролу все сказнили. Миша расстроился и разочаровался. И уехал в известный монастырь на Афон, где постригся и стал Максимом. А тут великий московский князь Василий III, в будущем папаша Яна Грозного, попросил настоятеля монастыря прислать им в Московию специалиста для перевода духовных книг. Максим Грек был встречен в Московии с большими почестями. Именно он кстати и сообщил в Московии об открытии Америки. Ему тут живы для гражданства, квартиру в Саранске и апартаменты в Грозном. Ой, это про другое. Но все равно почести равновелики. И поначалу все шло хорошо, покуда Максим Грек не изучил наши порядки. Ну и началось. А зачем тут у вас стяжательство? Да почему русская церковь занимается ростовщичеством и негоже великому князю ссылать жен монастырь? А куда их девать-то? Не новичком же травить? Во-первых, нет пока, а во-вторых, ну жалко. Почти что гуманизм. Ну а что было делать великому князю? И он нашелся. Ты, говорит он Греку, так с тобой, Грек. Я все про тебя понял. Ты на самом деле турецкий шпион. Я, изумился Грек, по рождению своему стихийный борец с турками за освобождение Греции. Ты, ты. С тем же успехом можно было бы придумать, что Грек был американский шпион или рыл туннель от Лондона до Бомбия. Но это будет позже и не с ним. А Грека жестко сослали в монастырь строгого режима. Запретили причащаться, короче, репрессировали. Потом его несколько раз судили, обвиняли в порче книг и в ереси. Ну и наш суд всегда с этим соглашался. Но тут началась международная кампания по освобождению Грека. Обращение восточных патриархов и уже царь всей Руси Иоанн Грозный сказал, ладно, это папаша мой погорячился. Давайте переведем мятежного Грека в Троице Сергиев монастырь. Ну и он и скончался. А его многочисленные, надо сказать, труды уже вовсю распространялись на Руси сам издатом, так сказать, обретая популярность и уважение. Так что зря выходят, на него власти бочку катили. Так оно во все времена зря. Субтитры создавал DimaTorzok